7 апреля церковь отмечает Благовещение Пресвятой Богородицы, один из 12 главных праздников в православном календаре. В этот день многие одесситы традиционно посещают праздничные богослужения в храмах. Подробности в материале наших корреспондентов. Православные верующие отметили один из двунадесятых праздников Благовещения Пресвятой Богородицы. Божественная литургия в этот день прошла во всех храмах Одесской епархии. Среди них первая в Украине студенческая церковь Святой Мученицы Татьяны. В период карантина прихожане придерживаются всех правил и норм безопасности. Сегодня Церковь Христова совершает праздник Благовещения Пресвятой Владычицы Богородицы. Это двунадесятый великий праздник, тот который является праздником по слову богослужения днем начала нашего спасения. Потому что именно в этот день Господь послал с небес Архангела Гавриила, для того, чтобы тот, придя в Назарет к Бога от Раковицы Мариам, возвестил ей весть о том, что ей надлежит стать матерью Бога Младенца, который станет спасителем мира, Мессии, Господа Иисуса Христа. Традиционно в храме Святой Мученицы Татьяны на праздничные богослужения собираются и дети, и студенты, и люди старшего поколения. За более чем 15 лет Церковь обрела своих прихожан и стала настоящим центром духовности, где царит особая атмосфера. Во-первых, мы живем здесь рядышком. Во-вторых, для того, чтобы причастить хотя бы ребенка нашего, потому что мы в воскресенье всей семьей причащались, а сегодня, ну, исключительно для него. Ну и как бы приучать детей к хорошему, к правильному. Ходим каждое воскресенье на все праздники, посещаем воскресную школу. Нам нравится, здесь замечательные настоятели, атмосфера очень прекрасная. Ну, все как бы благоволит тому, чтобы посещать этот храм. Данный храм, храм Святой Моченицы Татьяны, воздвигнут трудами Сергея Васильевича Кивалова. И, конечно же, его попечением создан не только этот храм, но и та церковь, которая сегодня находится при новооснованной школе. Эта церковь посвящена Сергию Раднишскому, а нижний храм Иоанна Богослова, он уже освящен, уже действует. Вот, и поэтому, конечно же, деятельность Сергея Васильевича, она обращена на вот такое благодатное создание условий не только для внешней жизни общества, но в первую очередь, конечно же, и для духовного возрождения. Строительство храма Святой Татьяны здесь, строительство храма на академической школе – это великое, всегда было дело для города, для страны, для людей, самое главное. Ну, и студенты, естественно, очень любят этот храм. В этом году праздник Благовещения Святой Богородицы пришелся на четвертую неделю Великого Поста. Следующий большой праздник, который готовится встречать одесситы – Вербное Воскресенье, которое в церковном календаре преподает на 25 апреля.